Друзья, всем привет! Очередной обзор отеля. Это Mori Club Hotel в территории Эскелара в Анталии. Только что заехали и мне сделали кофе прям вообще сходу. Мне так было приятно. Сейчас буду пить, потому что очень хочется кофе. Слушайте, первая гостиница из всех, где мы были за нашу поездку, где есть чайник. Вот, например, чайника не было даже в нашей all-inclusive четырехзвездочной, да? А здесь есть. Это я вообще просто поражаюсь. Прекрасно. Номер небольшой, но достаточно приятный. Здесь все продумано до мелочей. Такой современный, свеженький дизайн. Не что-то такое стандартное, однотипное. Вот действительно я прям вижу, особенно, когда спускаешься вниз. Много таких интересных деталей. Кстати, некоторые из них я видела в молодежных хостелах. Это очень необычно, прикольно. Действительно свеженько такое. Так, хорошо. Теперь посмотрим, что еще есть. Телевизор подвешен, где надо. Удобно. Его можно поворачивать. Да, зайка? И карточку повесили. Достаточно высоко, чтобы ты не вытаскивала, да? Ладненько. Есть кондиционер. Далее. Посмотрите, какие интересные детали интерьера. Мне так нравится. Такая лампа. Симпатичная вообще. Дальше. Что еще интересного измонстрирует? Включила лампу. Да. Но вот выключатели низковато, так что детки ваши будут лезть везде, как и моя. Вот. Ну, комната небольшая, но есть все, что нужно. Такая веселая лампочка. Вообще прикольно. Мне вот действительно нравится такой стиль. Потому что эти однотипные гостиницы, ну, такая скукотища. Уже надоело. Все одно и то же. Вот. Специально шкаф вам покажу. Покажу вам шкаф. Так, шкаф. Здесь у нас что? Обычный, типичный шкаф. Он большой. Двухстворчатый. Есть сейф. Не знаю, если нужно за него дополнительно платить или нет, но меня не интересует. И есть холодильник. Кстати, в прошлых двух гостиницах холодильники не работали. Ну, и здесь он тоже еле-еле дышит. Что-то с холодильниками. В Турции не айс. Я так вам скажу. Далее. Балкона нет, но есть огромные окна. Причем это, я смотрю, типично для этого района. Вот, как в соседней гостинице. Точно так же здесь огромные окна. И здесь опять же та же система, что и в гостинице All-Inclusive, где мы были. Если открыто окно, то кондиционер не работает. Находится в районе Эскелара. Немножечко, чуть в сторону от Дюденских водопадов. Мы туда пойдем. Вот. Вот для ребенка безопасно. Слушайте, вообще. Вот она у меня пошла там проверять все углы. Да, Диэлюш? Ты пошла проверять все углы. И у нас с ней... Ну, как бы это, типа, считается первый этаж. Ну, типа второй, да? По обычному, если считать. Такая вот территория. Дизайн самого отеля я покажу чуть позже. Мне очень понравилось. Прям сходу. Действительно, все такое оригинальное, интересненькое. Такая тоже, смотрите, прикроватная тумбочка милая. Так, доча уже положила пульт на пол от телевизора. Далее. Туалет с ванной. Да, везде душевые кабины. Как ванная вот такая. Вот нам еще не встречалось нигде. Ну что, стандартно. Так, что мне здесь нравится? Удобно, что есть не только лейка, но и крончик. Вот. Тоже такой дизайн классный. Большой плюс, смотрите, стоят... Стоит большой набор шампунек или для душа, кондиционер для волос. Так, что еще? Да, много-много шампунек. Вот. И вот такие вот ароматные палочки. В общем, очень мило. Так, знаете, нестандартный дизайн, и это большой плюс. Вот. Потому что уже эти стандартные дизайны, ну так надоели, что уже нет сил. Хочется что-то новенькое и свеженькое. Тоже вход по карточке. Вот. Все, будем закрывать окно. Пять кондиционер. В общем, друзья, разберемся с территорией отеля. Чуть позже я вам покажу, что там есть, как оно выглядит. Мне очень понравился дизайн. Внутренний дворик просто потрясающий. Так выглядит Мори Клаб Хотел. Изнутри эта территория, где кушают завтрак, где ресепшн. Очень креативно тут доча моя бегает. Мы уже спать пошли и спустились вниз, чтобы узнать насчет такси. Такси от этого отеля в аэропорт Анталии едет приблизительно за 10 евро на сегодняшний день. Приблизительно 170-180 лир. Какой милый глобус. Вы посмотрите. Я очень люблю глобусы. Очень. Очень милый. Так выглядит территория уже утром. Вечером доснимать не удалось, потому что доча хотела все трогать. Здесь много интересных статуэточек разных. Очень красивая территория. Мне понравилось. Здесь достаточно все сделано творчески. Необычно, нестандартно. Сейчас ждем завтрак. Вот нам принесли уже чай завтрака. Очень много интересных деталей интерьера. Например, вот такой вот слонечек. Видите, как подобраны подушки. Не просто белый или синий диван, а белый и синий. Так, доча снова все хочет трогать, потому что интересно. Очень красивая территория. Ну, это все находится под крышей. Немножко душно здесь. Вот. Есть еще часть, где полностью на улице. Продолжение. Продолжение. Очень творческий. Мне очень нравится. Все подобрано со вкусом. Здесь явно поработал дизайнер. Какой присутствует молодежный вкус. Песочные часы. Тут нельзя трогать. Такие приятные стопы для сидения. Пошли, оделечка. Небось. Там собачка на улице гуляет. Очень много таких собачек. И к ним относятся очень дружелюбно. Серьезно, очень классный интерьер. Очень классный. Очень нравится эта территория, потому что стена не просто белая, а типа фотообои или что-то такое. Завтрак очень простой. Очень-очень. Еще сейчас хлеб принесут. Продолжение следует. Продолжение следует...